Семинар «Культура безопасности. Личный фактор в охране труда» в городе над Бугом проходит уже не в первый раз. Тема для обсуждения, как всегда, актуальна – травматизм на производстве. Учитывая, что по Брестской области за последние три месяца уже зафиксировано шесть смертельных случаев, тогда как за тот же период прошлого года погибло два человека. В Бресте за 2021 год зафиксировано 28 ситуаций, когда работники получали травмы на производстве, и только пять из них по вине нанимателя. Поэтому далеко не всегда виноват инструмент или аппарат. Часто фактором чрезвычайных происшествий на работе являются люди. К примеру, недавний случай на одном из предприятий Бреста. Падение стрелы при монтаже крана, значит, стрелового самоходного нужно было поменять канаты, значит, и при выемке этой стрелы из коренной секции оборвались стропы, значит, и этой стрелой, которую демонтировали, придавило стропальщика. Если бы люди вместо багров использовали там другие приспособления, этого всего можно было избежать. Нужно было просто им расстояние метр-полтора от той конструкции, которая упала на этого пострадавшего. Все это возможно было в тех условиях, в которых они работали. Но они проигнорировали эти сведения, выбрали более простой способ, как им показалось, и более доступный. И вот это привело к смертельному случаю. Охрану труда в Бресте – тема приоритетная. Инспекторы на постоянной основе проводят мониторинги на предприятиях и в организациях, курируя, проверяя, советуя. Но, несмотря на все предпринимаемые меры, специалисты отмечают с 2019 года рост производственного травматизма. А потому семинары по охране труда, начиная с 2021 года, проводятся раз в три месяца, что позволяет достучаться до каждого работника и снизить количество несчастных случаев. Проанализировали, что 15 человек, которые получили травмы в прошлом году, это люди в возрасте от 40 до 57 лет. То есть это люди, имеющие большой опыт работы, профессионалы. И поэтому тот факт, что у нас травматизм растет, и именно личная неосторожность, говорит о том, на некоторых организациях, предприятиях, именно усилить личную ответственность и исполнительскую дисциплину на рабочих местах. Одна из самых распространенных причин травматизма на рабочем месте – алкоголь. Некоторым людям не чуждо выпить спиртосодержащую жидкость, перед тем, как забраться на высоковольтную вышку, чтобы работать с электричеством. Да и вообще, вряд ли в таком состоянии можно выполнить хоть какую-то поставленную задачу. И, как ни странно, люди рискуют, и ни страх увольнения, ни смерти их не пугает. В прошлом году имели за это же время два смертельных, в этом году уже шесть. И проанализировав в нашем областном объединении профсоюзов причины этих несчастных случаев, но следствие еще не закончилось, естественно, мы пришли к выводу, что в четырех из них вполне виноваты сами или работники, или же организация охраны труда на предприятии. Потому что два остальных случая – это ДТП, а в двух случаях смерть наступила в результате. Может быть, даже в результате алкогольной пении, потому что у пострадавших в крови был обнаружен алкоголь. Штрафуют, уголовные дела открываются, но, думают, на русский авось, может, пронесет, поэтому не применяют средства защиты. Также и организация, естественно, охраны труда на предприятии, как работают инженераты по охране труда, как работают общественные инспекторы. Как они ежедневно или же месячно, как они относятся к своему делу. Все зависит от личностных факторов. Каждый из представителей комиссии, чиновники, курирующие охрану труда, отметили, что такие мероприятия в городе над Бугом будут проводиться и дальше. Александр Богданович, Андрей Щербай, Юрий Лемонтович, телекомпания БугТВ.